всем доброго дня сегодня мы будем готовить уральский пирог с картошкой для этого нам понадобится дрожжевое тесто масло сливочное грамм 50-30 перец черный или красный по вкусу одно яйцо масло подсолнечное картофель нарезанный вот такими слайсами примерно толщиной по пол сантиметра большая луковица нарезанная полукольцами и один лавровый листик смешиваем картошку с луком и лавровым листом и немножко посолим здесь чем больше лука тем будет вкуснее пирог будет насыщенный вкус у него будет особенный луку не жалейте солим по вкусу и перчим по вкусу все вот так вот смешиваем у меня здесь красный перец черный перец белый перец в общем смесь перцев добавляем чуть-чуть подсолнечного масла чтобы картошка с луком обменялись вкусами не переживайте что толщина картошки вот такая вот картошка пропечется в тесте уральские пироги просты лаконичны а иногда даже где-то и суровы на урале пекли пироги с картошкой с рыбой ягодами все то что могли люди насобирать в лесу что у них выросла на огороде противень смазали маслом солнечным хорошо края бортик бортики вот эти вот все все подсолнечным маслом смазали чтоб ничего не пригорело разделили тесто на две части и начинаем разравнивать руками я всегда все делаю руками без скалки начинаем выкладывать начинку то есть это у нас картошка с луком поперченая и посоленая по вкусу и немножко подсолнечного масла так щедро начинку разложили перемешку как картошка и лук и кладем сливочное масло чтоб пирог был сочным добавляем сливочное масло делаем дырочку в пироге туда кладем лавровый лист целый чтобы потом его просто вытащить он отдаст все свои запахи все свои качества и он нам уже больше не нужен будет все вот эту дырочку мы так закрываем защипываем вот пирог я уже закрыла сейчас мы его смажем яйцом желтком пирог у меня закрытый так вот защипала его поставим на 10 минут в теплое место и и в духовку при температуре 180 градусов до полного выпекания у кого какая духовка то есть но у меня примерно минут 15 от силы будет печься пирог у каждой хозяйки своя духовка своя свое качество духовки дырочку можно запечатать а можно и не запечатывать вот так вот пусть будет дырочкой смазываем пирог желтком чтобы он был румяный пирог смазали желтком и сейчас мы его поставим на расстойку минут на пять-семь в теплое место я ставлю на плиту пирог с картошкой у нас в духовке быстро закрываем дверцу и ждем полной готовности пока печется пирог мы кипятим чайник и наливаем себе чаю вот такую большую кружку полную за краев пирог с картошкой готов такая высота получилась сейчас мы его смажем поверхность сливочным маслом закроем пергаментной бумагой и оставим отдыхать минут на десять пирог пирог закрываем пергаментной бумагой оставляем на десять минут чтобы пирог отдохнул всем приятного аппетита и и и и и и и и и